здравствуйте дорогие друзья с вами уже здоровается баря баря появился в начале этого года такой с виду был неприметный птенец пол его сразу и не знали но уже с юношества он начал показывать свои просто невероятные бойцовские качества гонял нашу ворону что вроде и весело но с другой стороны грустно в общем с самого детства показал лидерские качества и до сих пор это у нас самая ну как сказать асоциальная птица хотя с одной стороны он очень рвется к этому общению но и это общение его губит потому что прежде чем нормально познакомиться он старается драться вот поэтому и носит титул самой злобной птички в нашей квартире как можно видеть сидит на руке он абсолютно спокойно он вообще хоть и самый агрессивный но один из самых ручных то есть если ему нравится почесывания поглаживания он сидит спокойно он позволяет себя гладить закрывает глаза и получает удовольствие такой вот у нас у него сейчас идет перед активный период линьки и и пуха от него больше чем от любой другой птицы у нас вот такой вот красавец растет ну конечно самый крупный голубь сейчас барюшки получается почти полгода что интересно когда выбирали ему имя она многим не понравилась то есть полное его имя это барашек сокращенно баря барик в общем как только его не называли он по моему сейчас уже все привыкли и баря стал всенародным любимцем вслед за барей идет молодой но очень перспективный самец голубь тяпо долгое время он жил рядышком с голубем барей и нахватался всех таких вот хулиганских вещей именно от него ну а если серьезно то это просто тоже самец у которого как раз сейчас идет переходный возраст поэтому он становится агрессивным интересен тот факт что баря в его возрасте кусался уже очень больно и действительно был очень агрессивным то тяпо это делает довольно таки даже нежно то есть вроде он злой но в общем дерется не в полную силу на руке любит сидеть в принципе так же как баря то есть очень нравится если приласкать то не кусается совершенно закрывает глаза и мурлычет самая стройная леди среди голубей голубка лапа лапа мы ее назвали потому что в детстве у нее была немножко перебита лапка и вот то есть вроде ляпа лапа но как удобнее вот это у нас сама нежность сама милота не такая верная как голубка райс но тем не менее я бы назвал самый беззащитный голубкой за которой ухлёстывают как ее брат тяпа так и злобный барашек баря ляпе только предстоит большая серьезная линька и пока что окрас ну немножко невзрачный но я уверен что из нее выйдет настоящая королева балла и королева всей этой голубиной семьи голубка райс на данный момент ей полтора года это самая ручная птичка единственная которая с любовью и с большим желанием прилетает сама ко мне на плечи и мало того лезет целоваться курлыкает и все в этом роде поскольку давно уже отлиняла имеет самое красивое и гладкое оперение среди всех голубей по сравнению с голубями мужиками она действительно любит целовать руки полтора года ну все Баря, Баря, ты реально достал. Я хотел записать голос каждого голубя, чтобы зрители услышали разнообразие голубей. Что у каждого свой индивидуальный голос, а ты здесь своим кваканьем всю картину запортил. Теперь я не буду думать, что все голуби одинаково квакают, как ты это делаешь, понял? Почему ты такой петух невоспитанный? Ты невоспитанный петух, Баря, невоспитанный, невоспитанный бык. Конечно ты, Баря, ты же барашек. Тебя надо было не голубь назвать, тебя надо было лягушкой назвать. Ты лягушка, Баря. Ты только и делаешь, что квакаешь. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Вот это вы можете лицезреть ворона-кошка. Она лает и вот это... Давай. Ну все, все, все. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аааа.